Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Кристина Надыршина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. На Универ ТВ пройдет кастинг ведущих. Аспирантка из Казанского федерального университета выиграла грант от Российского фонда фундаментальных исследований. С 10 сентября по 1 ноября в историческом парке «Россия. Моя история» проходит мультимедийная выставка «Память поколений. Великая отечественная война в изобразительном искусстве». Партнерами выставки выступили более 45 музеев страны. Среди них Государственная Третьяковская галерея, Государственный русский музей, Музей Победы. Выставка проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. К другим новостям. Ровно год назад я прошла кастинг на Универ ТВ. Хочешь так же? Тогда смотри следующий сюжет. 6 октября в очередной раз откроет свои двери для новых талантов телеканал Универ ТВ. Для того, чтобы найти нового яркого ведущего, ребята должны будут пройти несколько этапов, которые покажут, насколько они готовы стать лицом канала. Вот уже на протяжении 7 лет Универ ТВ открывает свои двери в поисках новых талантливых ведущих, устраивая им кастинг. Испытание включает в себя несколько этапов, которые раскроют ребят с разных сторон. Что именно ждет новоиспеченных, расскажет нам руководитель службы новостей Универ Ньюз телеканала Универ ТВ Радик Загидулин. Ежегодный кастинг решили в этом году сделать в необычном формате. В прошлом году мы пробовали в прямом эфире. Скорее всего, в этом году тоже повторим прямой эфир. Но еще добавим пару неожиданностей для самих ведущих, для самих будущих ведущих. Также Радик Загидулин отметил, что в этом году будут приглашены эксперты. Но какие руководитель так и не отметил, сохранив интригу. Телеканал Универ ТВ приглашает абсолютно всех, вне зависимости от возраста и места учебы, попробовать свои силы в роли нового ведущего. Приглашаем всех ребят, те, кто хочет попытаться, те, кто хочет попробовать себя в роли ведущего. А может быть у кого-то есть свои идеи для каких-то новых проектов, мы обязательно тоже, конечно, выслушаем. Узнать время проведения кастинга и остальные подробности можно в официальной группе ВКонтакте. Полина Корнеченко, Фарид Захид Аглы, Универ Ньюз. Ученик 10-го класса лицея имени Лобачевского Андрей Лиманов стал призером национального чемпионата WorldSkills 2020 в компетенции инженерия космических систем «Виниоры» в составе команды Республики Татарстан. Он занял третье место и стал обладателем бронзовой медали. Чемпионат по данной компетенции проходил в режиме онлайн. Подготовил сборную Республики Татарстан педагог дополнительного образования лицея имени Лобачевского КФУ Раслан Даминдаров, в прошлом году занявший первое место в этой компетенции во взрослой категории. К другим новостям. Казанские и московские ученые открыли путь к созданию противоопухолевых препаратов. Подробнее об этом расскажет Кристина Надышина. Собелка ЕСТ-3 – одного из компонентов термофильных дрожжей Хансула Полиморф. Результаты их многолетнего исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports. Последовательность, которая называется теломерой, узнается шаблоном из фермента РНК. Они комплементарны, как в школе говорят, комплементарны, да? Садятся друг на друга, но этого недостаточно. Дальше должны быть белки, которые укрепляют этот комплекс, и белки, которые берут из раствора окружающего новые нуклеотиды и сажают их раз за разом, как гусеники, на эту цепочку и увеличивают ее. И в теломероде каждый из этих белков ответственен за какую-то работу. Высокочувствительный ЕМР-спектрометр, установленный в научной лаборатории ЕМР Института физики КФУ, сыграл одну из важных ролей в исследовании ученых. Называется это скрининг, когда мы берем сотни тысячи веществ кандидатов лекарства и смотрим, как они взаимодействуют с этим уже белком, на который мы хотим воздействовать. Если там что-то меняется, образуется комплекс, если они друг другу вообще не индифериантом, просто смешались в растворе и ничего не произошло. Вот если что-то происходит, мы это можем увидеть. Как раз с помощью ЕМР. Как заявил ученый Сергей Ефимов, аналоги исследованных дрожжевых белков есть в теломеразе высших организмов, в том числе и человека. Если удастся разработать лекарство, которое будет воздействовать на один из компонентов теломераза человека, чтобы подавлять ее активность в опухолевых клетках, то можно будет остановить прогрессирование онкологических заболеваний. Кристина Надершина, Фарид Захитоглы, Универ Ньюз. Аспирантка из Казанского федерального университета выиграла грант от Российского фонда фундаментальных исследований на изучение спектров электронного парамагнитного резонанса из первых принципов в кристаллах фосфата кальция. Подробнее об этом узнаете из нашего следующего сюжета. Молодая ученая из Казани выиграла грант от Российского фонда фундаментальных исследований. Дарья Шуртукова, 25-летняя аспирантка Института физики Казанского федерального университета, получила на свое диссертационное исследование 1 миллион 200 тысяч рублей. Темой ее диссертации стала расчет спектров электронного парамагнитного резонанса из первых принципов в кристаллах фосфата кальция. Для исследования этих синтетических фосфатов кальция может использоваться метр электронного парамагнитного резонанса. Но вопрос остается, куда в структуре сели эти ионы или сели эти комплексы. На данный момент синтетические фосфаты кальция активно используются в медицине. На их основе изготавливаются импланты для ортопедии и стоматологии. Однако, по мнению экспертов, сейчас они не слишком эффективные. Исследования Дарьи в дальнейшем помогут создать импланты, которые будут лучше приживаться в организме человека. Фундаментальное, можно сказать, знание, которое в дальнейшем уже можно будет применять для исследования дальнейших. Вообще, я занимаюсь изучением фосфатов кальция. Эти вещества используются, например, для покрытия костных имплантов, для лучшей приживаемости. Но во время их синтеза, когда их получают, могут возникнуть нехорошие примеси, которые нужно как-то вычислять. Как заявила девушка, деньги от гранта будут потрачены на дальнейшие исследования, закупку необходимых материалов и финансирование конференций. Работа на диссертации началась еще после ее прихода в лабораторию на третьем курсе института. Сейчас исследования продолжаются, и впереди еще долгий путь опытов и экспериментов. Много предстоит расчетов. Расчеты длятся достаточно долго, то есть несколько дней, неделю. Это занимает один расчет, соответственно, таких расчетов еще много. Постепенно они делаются. Как-то анализирую, я их анализирую, смотрю, как там надо поменять, что сделать. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ-Ньюс. В Казанском федеральном университете обновили содержание дисциплины философия. Давайте разберемся, в чем принципиальное отличие от предыдущей программы и зачем это было нужно. Смотрим. Специалисты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций завершили работу по обновлению содержания дисциплины философия, реализуемой на всех направлениях подготовки в бакалавриате. Рабочее название обновленной дисциплины – философия, технология мышления. Ее содержание полностью отвечает формированию компетенций, закрепленных за философией в действующих федеральных государственных образовательных стандартах. И вот в обновленных вот этих ГОСах, 3, 2+, в списке компетенций номером один стоит, специально вам цитирую, способность выпускника осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач. Согласно решению руководства КФО, планируется в течение двух лет осуществить переход к реализации обновленной дисциплины философия во всех основных структурных подразделениях. Новый курс философии, он уже будет предполагать, что студент не просто осваивает некоторый контентный материал, просто что-то запоминает. Он вырабатывает определенные навыки действия, определенные компетенции, то есть приобретает готовность к некоторому действию. Действие может быть связано с какими-то суждениями, в том числе ценностями, моральными суждениями, осуждением некоторых выборов, в том числе повседневных, повседневной нашей жизни, как правильно совершать моральный выбор. Разработка философского курса, обучающего технология мышления, один из проектов, реализуемых в КФУ с 2019 года. Сотрудничество с видным отечественным философом Петром Щедровицким. Он известен как автор философской концепции, где во главу угла поставлена методология. Одной из особенностей его школы является значительный опыт применения теоретических идей на практике, в том числе в управлении педагогики. В этом проекте мы планируем разрабатывать отдельно различные умения, точнее методы совершенствования умений, работы с разными типами информации, разными видами того, что можно вообще сделать с информацией. Кристина Надершина, Диана Латышева, Универ Ньюз. А на этом у меня все. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова